Всем привет! С вами Муза Рукоделия. Это очередной обзор на новую куклу на моем канале. Перед началом просмотра не забудь подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И как вы уже догадались по названию, это будет Мэл из Наследников. Если вы уже давно следите за видео на моем канале, то наверняка помните, что уже был обзор на подделку Мэл из Десенденс, но та куколка была из дешевой версии. Сегодняшняя кукла в два раза дороже, хотя также является подделкой. Надеюсь, что ее тело будет в два раза лучше предыдущего. Сегодня я сделаю подробный обзор на эту куколку, сравним тела с предыдущей версией. Если вам интересно, оставайтесь со мной и смотрите это видео до конца. Передняя часть коробочки выглядит очень презентабельно. Большое смотровое пластиковое окошко в виде зеркала. Здесь внизу мы видим яблочко. В общем, коробочка выглядит неплохо. Боковая часть ничем, в общем, не презентабельная, обычная. Вторая также. На задней части мы видим вот такой большой арт с героями Десенденс. Всех мы хорошо знаем. И Мэл, и Иви. Также написано Десенденс. Дженни Чик. Куколкам 3+. Мне уже не терпится распаковать данную куколку. Я беру канцелярский нож. И вот так смотрится куколка в коробке. Внешне она очень приятная. Приятный пастельный задний фон в таких розово-сиреневых тонах. Помимо куколки здесь еще есть вот такой ноутбук и пара черных ботильонов. Сама кукла в коробке босиком. Уже сейчас я трогаю куклу за руку и чувствую, какая огромная разница с предыдущей версией. Надеюсь, что остальное тело меня не разочарует. Эту куклу я купила специально для нового оака. Вчера я очень сильно вдохновилась одним образом. Это будет женский оак. В конце этого видео я покажу вам волосы, которые я буду перепрошивать данной кукле. Возможно, вы догадаетесь и напишите об этом в комментарии. И первых, кто это сделает, я обязательно отмечу в своем мастер-классе, когда буду делать эту куклу. Сейчас я буду откреплять куколку. Сзади она крепится вот на такой проволоке. Кстати, данная проволока очень хорошая. И ее лучше сохранить, чтобы использовать в дальнейшем мастер-классах. Ножки также закреплены на пластиковых защелках. Куколка очень красивая. Мне она очень нравится. Резиновые ручки. Кстати, ноги у нее тоже резиновые. Впервые вижу, чтобы у кукол были резиновые ноги. Класс! Давайте сразу достанем все, что осталось в коробке. Это обувь и ноутбук. Ноутбук закрывается. Вот такой он золотой. Ботиночки очень прикольные. Мне они нравятся. Я обязательно их использую. Они подойдут мне для одного образа, о котором я еще не говорила. Вам не показывала куклу. Обязательно его сделаю. Очень яркие эти ботильоны. Я перекрашу. И вы еще обязательно их увидите в моем мастер-классе. Вот так смотрятся ботильоны на ножках. Честно говоря, на резиновые ноги было их немного тяжеловато натянуть. Но мне нравится, как они смотрятся. Мне кажется, кукла очень милая. Даже для подарка. И вот такой ноутбук. Вот так смотрится полностью весь законченный образ данной куколки. И она очень милая. Давайте получше рассмотрим костюмчик. Вот такой приятный цвет. Комбинированные рукава. Очень мне нравится, что сходятся швы. Обработан низ. Талия. Вот такое снизу черное кружево, которое пришито. Сзади липучка. Обработанные все края. В общем, неплохо. Неплохая такая туника. Брючки. Брючки вообще классные, я считаю. Как они там вверху сделаны. Вот так. Сзади также липучка. Или нет, здесь просто резиночка. Но брючки сшиты неплохо. Скорее всего, тут у нас... Да, тоненькая резиночка. В целом, неплохой костюм. Очень даже милый. Вот здесь единственное, что расходится лента. Ну, так как это атлас, он очень хорошо распускается. Можно просто зажигалочкой обполить. И сейчас я это сразу сделаю, чтобы меня не раздражали эти нитки. Так, вот такой костюмчик. Я разбула куклу. Сейчас хочу ее раздеть, посмотреть тело. Костюм снимается легко, через ножки. Вот так он смотрится, без куколки. Даже, мне кажется, на вешалке в шкафчике будет смотреться очень мило. И брючки. Брючки также стягиваем. Брючки также снимаются очень легко. Вот так они смотрятся. Довольно-таки неплохо. Сразу видно, что от одежды немного отпечаталась краска. Ножки резиновые полностью от бедра. Вот краска от наших брючек. Позже я попробую ее удалить. Само тело мне очень нравится. Попробую сейчас сразу удалить пятна. При помощи жидкости для снятия лака на основе ацетона и ватного диска. Ну, в общем, это максимум, который мне удалось удалить. В любом случае, можно будет потом замочить в уксусе с белизной. И убрать эти пятна. Вот такие коленочки. Мне кажется, что даже ножки можно снять. Снимаются ноги. Одна. Вторая. Позы держит. Вот так выглядело тело из предыдущей версии. Оно было полностью пластиковое. И ножки также. Большие руки. Хотя также кукла шарнирная. Имелся грудной шарнир. В этой кукле его нет. Но это тело мне нравится больше. В первой версии были вот такие маленькие ножки, как у Барби. У данной куклы ножки, как у монстряшек, с высоким подъемом на каблук. Такие ножки также у Эвер Афтер Хай. Мне понравилось, что у данной куколки прорисованы ногти и пальчики. Очень красиво. Вот даже можно сравнить ножки с оригинальной Рошель. На моем канале было два обзора на кукол с таким телом. Во-первых, это была Мел. Из нее я делала ОАК на Сабрину Маленькую Ведьму. Если кому-то интересно, то я оставлю ссылочку на плейлист в описании. Кроме того, после мастер-класса мы завели для этой куклы вот такого кота. Да, теперь она не скучает и мне кажется, что этот котик очень похож на ее настоящего друга. Из второй подделки с таким телом, это была подделка под куклу Джейн, наследники, я делала балерину. Точнее, от этой куклы я взяла всего лишь голову. Это родная голова. Мне показалось, что для данной куклы это тело было слишком массивным. Поэтому я взяла только голову, а тело здесь монстряшное. Я полностью этот образ закончила. Мы делали пуанты, балетную пачку, парик, диадему. В общем, полностью эта куколка закончена. Если кому интересно, плейлист «Балерина» я также оставлю в описании. В общем, как ни крути, это тело новое мне нравится намного больше. А это тело было сделано с оригинальной Барби Фашионистас. Вот у нас есть такая Барби. Посмотрите, тела абсолютно одинаковые. Возвращаемся к нашей куколке. Ручки у нее резиновые. Мягкая резина на пальчиках. Есть очертания живота, пупик. Трусики вот такие, без узора. Куколка фирмы «Ордана». Об этом, кстати, нет ничего на упаковке. Но, судя по всему, у «Орданы» всегда хорошие подделки. Я рада, что это все-таки «Ордана». У меня никогда не было с ними проблем с удалением макияжа. Надеюсь, сегодня все будет хорошо. Единственное, что вот такая попалась ткань на брючках, что покрасила нам тело. Вот единственный минус. Я пока вижу. Давайте поближе рассмотрим волосы. Очень красивый цвет. Есть вот такие черные пряди. Волосы крепятся на обычную резиночку. Видимо, она предусмотрена только для того, чтобы собрать волосы в коробке. А так куколка, скорее всего, должна быть с распущенными волосами. Вот такая легкая, красивая волна. Давайте посмотрим прошивку. Так, прошивка. Два нижних густых ряда. Потом идут два вот таких редких. Ну, в общем-то, для подделки, если учитывать, что у этой куклы прическа с распущенными волосами, очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Вот тут такой проборчик. Мне нравится прическа. Давайте проверим на стойкость. Сейчас я потяну. Волосы, кстати, не лезут. Вот, мне с трудом, я вытаскиваю несколько волос. Волосы не лезут. Мне нравится. Скорее всего, я эти волосы сохраню. Ой, у нее ушки торчат. Так красиво. Необычная куколка. Я сейчас делаю пучок. Закреплю резинкой, которую я только что сняла. Беру маникюрные ножнички и от корней начинаю удалять. Вот такой получился пучок. Возможно, когда-нибудь в моих мастер-классах вы увидите эти волосы на какой-нибудь другой куколке. Вот такая у нас сейчас прическа. Хорошо видно теперь, какая здесь была прошивка, какие были ряды. И здесь вот такая волна. Но, в принципе, хочу повториться, что первые начальные ряды очень густые. Для того, чтобы удалить остальные волосы, я воспользуюсь пинцетом. Попробую тянуть сверху. Все отлично идет. И вот моя куколка уже полностью лишилась волос. Вот так она смотрится лысенькой. Сзади вот такие ушки. Головка немножечко приплюснутая. Но мне это никак не помешает. Сейчас я удалю ей макияж. Я беру жидкость для снятия лака. Ватный диск. Обычно у Ордана никогда не было у меня проблем с удалением макияжа. Посмотрим, как будет в этот раз. Все отлично. Вот так смотрится моя куколка без макияжа. Все отлично удалилось. А сейчас я покажу вам, какие у нее будут волосы. Она будет вот такая темненькая. Теперь, я думаю, вам будет угадать намного проще. А также небольшая информация для тех, кто ждет гивэвэй на куклу Катрин де Мяу. Уже в эту пятницу, 9 июня, вы узнаете условия участия. Это будет наш совместный гивэвэй с другим каналом. Так что не пропустите. Свою героиню я буду перепрошивать. Наверное, многие знают, насколько это кропотливая работа. Поэтому поддержите меня лайками. Они меня будут очень вдохновлять. И я побыстрее начну делать эту героиню. И на сегодня я буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам было интересно распаковать со мной эту куколку. С вами была Муза Рукоделия. До новых встреч. Всем пока.